По поводу НАТО я говорил с президентом Байденом, также с Камалой Харри, с Дональдом Трампом. Для нас очень важно, чтобы мы были усилены. Первый шаг – это приглашение. Но это говорит о том, что в будущем мы будем членами НАТО, понимая, что это может произойти после войны. Мы не знаем, когда закончится война. Но я подчеркиваю, чем сильнее мы будем, тем быстрее будет дипломатическое решение о завершении войны и справедливом мире. НАТО – тематика чувствительная для Соединенных Штатов. Все это время они считали, что НАТО – это втягивание альянса в войну. Даже приглашение Украины в НАТО – это якобы такие красные линии. По моему мнению, юридически – нет. И это несправедливо. Если вы действительно хотите, а не только говорите, что Украина будет в НАТО, и что она очень важна для безопасности европейского континента, то это должно совпадать с действиями. Слова всегда должны идти вместе с действиями. И поэтому я считаю, что приглашение – никакие не красные линии. С кем? С убийцей – красные линии. Так вот, приглашение – это именно превентивный шаг, чтобы показать, что не Путин меняет курс всего мира, а наоборот – весь мир готов менять того или иного агрессора, который начинает жить вне мировых правил. Навпаки, весь мир готовий змінювати того или иного агрессора, который начинает жить вне мировых правил.